В ФАПах и амбулаториях отдаленных сел республики теперь есть аптечные пункты. А местным жителям больше не нужно ездить за лекарствами в районные центры. Глава региона Сергей Миняйло поручил до конца года провести такую работу во всех селах республики. Алана Томаева продолжит тему. На полках не только жизненно важные лекарства. Есть противовирусные, обезболивающие, витамины и не только. Ассортимент, как в небольшой аптеке. Теперь за медикаментами жителям отдаленных сел не нужно ездить в районные центры. Перечень препаратов постоянно расширяют, учитывая потребности людей. Для лечения простудных заболеваний, для лечения неврологических заболеваний, для лечения кардиологических заболеваний, инъекционные, так и таблетированные. В настоящее время у нас все есть. Все препараты у нас есть. Мы лечим всех больных, всех профилей. Сельские ФАПы амбулаторий сотрудничают с компанией фармации. Лекарства заказывают у них. Составляют списки нужных препаратов, их привозят за несколько часов. Аптеки предприятия есть в каждом районе. У нас проводится сейчас работа с Министерством здравоохранения. Для нас это чисто социальный проект. То есть я хочу подчеркнуть, что данный вид деятельности не представляет никакой коммерческой цели. Здесь многое будет зависеть от того, как будут работать медицинские работники. Настолько они в контакте будут с населением. Мы это так представляем, что они нам подают потребность. И мы осуществляем по их потребности отпуск медикаментов. Работу ведут по поручению главы республики. Охватили все районы. К примеру, в Правобережном, в двух отдаленных селах уже открыли аптечные пункты на базе ФАПа амбулаторий. В течение этой недели мы запустим еще три аптеки. Минимум это в Старом Батако, в Ольгинском и в Заманкуле. И планируем каждую неделю открывать. Мы планируем в течение месяца уже все села района оснастить аптеками. В ближайшие месяцы такие аптечные пункты должны появиться во всех селах республики. Работу на этом не завершат. Ассортимент лекарств будет пополняться. Алана Томаева, Давид Бетиев. Специально для программы «В итоге».